МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости 24 в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Как идет строительство ситуационного центра в Махачкале, проверил заместитель министра МЧС России, прибывшую в республику с рабочим визитом. Хлеб из древней печи. В селении Карадан, где побывали наши корреспонденты, до сих пор чтят традиции предков. Лучший из лучших. Школьник из Дагестана стал победителем Всероссийской олимпиады по литературе. Члены фракции Единой России Айрат Хайрулин и Геннадий Кулик внесли в Госдуму законопроект на разрешение строительства жилья на фермерских земельных участках. Об этом, по словам инициаторов, убедительно просят руководители КФХ, так как им приходится годами ютиться в помещениях барачного типа. По замыслу авторов, разрешить строительство дома можно будет площадью не более 600 квадратных метров. Заместитель министра МЧС России Андрей Гурович прибыл в Дагестан. В ходе рабочего визита он посетил Главное управление по республике, а также проверил ход работ в готовящемся к сдаче ситуационном центре. В этом здании будут располагаться служба вызовов экстренных оперативных групп, а также центры фиксации правонарушений ГИБДД и управления в кризисных ситуациях. Подобное размещение вычислительных и программных ресурсов в одном корпусе позволит органам управления получать оперативную и достоверную информацию о ситуациях в регионе. В свою очередь Андрей Гурович отметил, что центр позволит собирать данные о происходящих в республике происшествиях для того, чтобы своевременно предпринять необходимые меры по их ликвидации. Дагестан вышел в лидеры по рождаемости. Специалисты РИА-рейтинга провели исследование демографического состояния страны и подготовили рейтинг регионов по приросту населения. Наша республика заняла 11 место. Численность населения в республике за последние три года существенно выросла. Естественный прирост за последние три года составил более 100 тысяч человек. Это лучший показатель по стране. Вместе с тем, миграционная убыль за это время составила около 35 тысяч человек. Таким образом, численность населения в республике достигла отметки в 3 миллиона 86 тысяч человек. Школьник из Дагестана стал победителем Всероссийской олимпиады по литературе. Она прошла в Калининграде. В соперниках у Замира Мурзаева были более 200 сверстников из разных субъектов страны. Как им удалось их всех превзойти, узнавала Патимат Ханапова. Достоевский, Чехов, Горький, Шекспира. С первых строк Замира захватывают произведения и отечественных, и зарубежных классиков. Он любит не только читать, но и анализировать, связи находить, сопоставлять творческие находки авторов. Очевидно, эта особенность и привела к успеху на Всероссийской предметной олимпиаде. На протяжении почти всего года на базе Нархоза проходили воскресные занятия по подготовке к олимпиаде. Я каждую неделю ходил туда, плюс потом занимался самостоятельно, просматривал работы, задания прошлых лет. Мне помогали мои учителя Альбина Гиреевна, Ирина Владимировна по истории, по литературе готовиться. Проходило литературное соревнование в три этапа. Это были два письменных и одно устное состязание. Учащиеся со всей России должны были показать знания текстов из русской классики, ответить на вопросы по истории литературы и написать творческое задание. Пока в Калининграде шли интеллектуальные испытания, в Дагестане за Замира болели родственники, учителя и друзья. В его победе мы не сомневались, нисколько в его силах. Всегда поддерживали, звонили ему, писали. И вот мы были с ним, весь его путь. Удача к парню повернулась еще год назад. Тогда, будучи еще учеником Тереклимиктепской школы, его талант заметили специалисты. Они и настояли, чтобы Замира перевели в республиканский многопрофильный лицей для одаренных детей. Он был обречен быть победителем и в школьного, и в муниципального этапа, и, как я чувствовала, республиканского, потому что очень большая работоспособность, целеустремленность и прекрасные данные. Замир – ученик 11 класса. Он уже выбрал, куда будет поступать филологический факультет МГУ. Тем более, что победа на Олимпиаде дает ульготы при поступлении в профильные вузы. Батимат Ханапова, Магомед Магомедов, Махачкала, Новости ННТ. Больница в Буйнакском районе присвоена имя русского фельдшера. Уже позади годы культурной революции в Дагестане, когда не имея представления о стране гор, русские девушки и юноши ехали работать на Кавказ. Но память об этих героических женщинах по-прежнему жива. Она увековечена в теплых воспоминаниях их сельчан. Так, спустя годы Бугленская участковая больница будет носить имя Надежды Валиевой. Это просто редчайшая была женщина у нас в селе, потому не заметить ее было просто невозможно. По республике, в нашем районе наверняка есть много таких надежд, как она. Чтобы каждому в селе была своя надежда. Право открыть медицинское учреждение после реконструкции было предоставлено дочери Надежды Валиевой, Зое. Моя мама очень мечтала открыть хоть небольшую больницу или рутон для жителей села. Наконец-то ее мечта осуществилась. Отдельное спасибо за сельчану и надеемся, что больницу назвали именем Надежды. Один из старейших высокогорных аулов Дагестана – Карада. Место, где по-прежнему чтят традиции предков, как бы это ни было тяжело и невзирая на соблазны современного мира. Как один из примеров – это общественная пекарня. Раз в неделю возле дровяных печей в селе собираются женщины и пекут хлеб на всю округу. Побывала на месте и наблюдала за процессом. И наш корреспондент Луиза Раджабова ей слово. Купить хлеб в магазине или приготовить дома – нет. Такой простой способ им не подходит. Хозяйки старейшего аула Карада не изменяют традиции. Хлопоты их нисколько не пугают. Взяв 20, а то и 30 ведер с тестом и охапку сухих дров, раз в неделю они раздают хлеб на все село. И сегодня, например, старая женщина раздается на все село. Видели, это старое село, есть еще там около школы, новое селение у нас. И там раздают. Это около 250-300 хлеба нужно делать нам. Строение из местного камня устроено так, что дым быстро уходит наружу. В тесном помещении большую часть занимает сама печь. Места совсем немного. Поэтому внутрь заходит по очереди. В дни перед большими событиями бригады патрихозяйки сменяют друг друга раз в полчаса. К приготовлению хлеба относились очень серьезно. Считалось, что в плохом настроении его печь ни в коем случае нельзя, потому что тесто не поднимется и обидится. Также желательно было печь его с четверга на пятницу. Тогда запах доходил до предков. И розданный в этот день садака считался на радость и жителям тоже. Бет-сарапчет. В переводе с аварского означает хлеб на опаре. Тесто замешивают из муки двух видов – пшеничной и кукурузной. Немного соды, соли, сахара – и вот все готово. Вот эта печка сделала моя мама. Фундамент сделала. И шагом эти камни тоже таскали сюда. И эта земля тоже, и шагом тоже взяли сюда. И вот так, в первый начало, вот так делала она. Все тоже, кто хочет, чтобы в свое место тоже люди делали такие. Нам много садака делали в то время. Сейчас это остается один в этой селении. Место опечи считалось женским гадыканом. Горянки обменивались новостями и выпекали хлеб на неделю вперед. Точно зная – никто голодным не останется. Для женщин, работающих на поле, это было очень удобно. Выручала запасы тогда, когда в дом приходили гости. Когда это Уроза-Байрам, Хурбан-Байрам, это не останет. Всегда работает. Каждый год ремонтуруют, каждый это бывает, мавлиту делают, в то время ремонтуруют. Собравшись у печи, они обязательно найдут о чем поговорить. И не забудут отправить кулинарное видео в город. Вот такой вот симбиоз древних традиций и современных средств связи. Луиза Раджабова, Гаджи Магометов. Новости ННТ, Гунипский район, Карада. Сейчас краткий обзор новостей в рубрике «Дайджест», затем продолжим. Не переключайтесь. У азербайджанского театра в Дербенте появится новое здание. Вопросы его строительства накануне обсудили на общественных слушаниях с участием Энрика Муслимова. По его словам, городу нужен современный театр, который будет привлекать туристов. Также, по мнению властей, театр является государственным и должен быть построен за счет госсредств. Отметим, азербайджанский театр является одним из старейших в республике. Узбеки устроили массовую драку в Дагестане. Во время бурного застолья в одном из домов Дербента между мигрантами возникла ссора на бытовой почве, которая переросла в массовую драку. Полицейские, прибывшие по вызову, задержали хулиганов и доставили в отдел полиции. Нарушителями порядка оказались пять граждан Узбекистана, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Так, против трех участников драки составлены протоколы за мелкое хулиганство, а двое других мигрантов понесут ответственность за нарушение правил пребывания и будут выдворены за пределы России с наложением штрафов от 2 до 5 тысяч рублей. Компенсация жертвам финансовых пирамид выросла до 35 тысяч рублей. Об этом заявил Марат Софиулин, управляющий Федеральным общественно-государственным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров. Предыдущее повышение максимального размера выплат было в 2014 году и составило 25 тысяч рублей. Сейчас выплаты приближаются к размеру средней заработной платы в большинстве регионов. Отметим, в настоящее время в реестре финансовых пирамид 531 компания. С момента первых выплат в 1997 году деньги получили полтора миллиона человек. Это при том, что только 50% из пострадавших от деятельности финансовых пирамид обращаются в правоохранительные органы и поэтому могут рассчитывать на выплаты из фонда. Как тебе такое, Илон Маск? В сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Тесла в Шанхае. Как сообщил автор ролика, инцидент произошел на подземной парковке в одном из торговых центров. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как из-под машины начинает идти дым, а затем она взрывается. В результате инцидента никто не пострадал, взрывом был поврежден лишь припаркованный рядом автомобиль. После случившегося Тесла направила группу специалистов для выяснения обстоятельств. Всероссийский турнир по АММА на призы клуба Universal Fighters состоялся накануне в Каспийске. В спор за награды вступали спортсмены из разных уголков Дагестана и соседних республик. Подробности у Курмана Рагимова. Жесткая конкуренция. Захватывающие поединки идут уже на ранних стадиях. Дворец спорта имени Кура Магомедова. Кура Магомедова заполним под завязку. Упорная борьба идет на каждом участке октагона. Клуб Universal Fighters проводит первый всероссийский турнир на свои призы. Юноши, молодежи, взрослые награды оспаривают более 200 бойцов. Здесь запрещено участвовать профессионалам. У любителей есть все шансы проложить себе дорогу в большой спорт. Молодежь очень активно занимается смешанным единоборством. Очень много клубов, очень много ребят. И если им не дать возможность где-то себя показать, я думаю, они могут еще где-то применять свои навыки на улице. Поэтому, я думаю, чем больше таких турниров мы будем проводить, тем больше у них появится желание, мотивация. На торжественном открытии турнира участников приветствовали организаторы и почетные гости. Бойцам пожелали удачи и напомнили о целях проведения соревнований. Турнир вызвал большой интерес у публики. Организаторы планируют проводить его ежегодно, но уже в новом статусе. В будущем победители соревнований среди взрослых будут удостаиваться звания мастеров спорта России. Конечно, с каждым днем у нас становится все больше и больше желающих молодых людей, кто хочет показать себя, проявить себя в спорте, в смешанных единоборствах. Поэтому каждый турнир нужен бойцам. Ребята хотят выступать. По уровню организации достаточно приличный турнир. По итогам поединков определились обладатели комплектов наград во всех возрастных категориях. Первое общекомандное место досталось клубу «Юниверсал Файтерс». Следом расположились команды «Горец» и «Олдскул». В Дербенте состоялся республиканский турнир по волейболу среди мужских и женских команд. Соревнования посвящены памяти заслуженного работника физической культуры и спорта Дагестана Махмуда Алимирзоева и проводятся уже восьмой год подряд. В состязании приняли участие 10 команд, из которых 4 женские и 6 мужских. Все они из разных городов и районов республики. Участники – ветераны спорта и молодое поколение спортсменов-любителей. Мы все здесь разные на волейболу один. Пожелать вам хочу удачи. И пускай выиграет Сергеевич. Здесь травма, с улыбкой на лице. Потому что вы все сюда приехали играть. Играть в волейболу. А этот волейбол, он всех нас объединяет. По итогам соревнований определились победители среди женских и мужских команд. Ими стали волейболисты Дербента. Всем участникам были вручены дипломы и кубки. Ежегодный турнир по вольной борьбе прошел в дагестанских огнях. В соревнованиях приняли участие 450 борцов-вольников из 38 муниципальных образований республики. Лучших определяли в 13 весовых категориях. По итогам первое общекомандное место заняли хозяева ковра. Вторая строчка досталась махачкалинцам и замкнули призовую тройку спортсмены Хасавюрта. Турнир прошел на очень высоком уровне. Ребята очень перспективные, ребята очень по-спортивному злые, показали очень хорошие результаты. Я хочу искренне от своей души поблагодарить всех людей, задействованных в организации турнира. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин